желтый лист плывет на берегу стрекочет цикада прекрасна луна великий мастер пьет рядом смотрят ученики конец всем пришел приветствую вас разящие клювом альбатросы с вами федорович здесь я хотел сказать что-то ужасное но у меня просто не хватило слов чтобы это описать поэтому просто смотрите бой реального бойца стиля пьяный мастер нет ничего более полезного в хозяйстве чем виноватый муж а нет ничего более страшного в бою чем бутылка водки смешанная с баклажкой пиво по часовой стрелке 12 раз и выпитая одним залпом как видите мастер с пивным пузом и лысиной от сварливой жены все равно может ушатать любого при том что бой был утром а если бы дело было вечерком когда мастер потренировался бы в полную силу он бы вообще убил этого щегла к познанию нет короткой дороги поэтому все мастера становятся великими где-то к 50 годам именно к этому возрасту концентрация алкоголя в крови достигает своего эпогея а ум в мозгу достигает своего пика солнце светит одинаково и для жучка и для слона но вырастают все разными так и в жизни самогон могут гнать все но получается он у всех разный я всегда говорил что наши старорусские мастера на голову лучше всяких там китайских сэнсеев ведь наша сивуха сделана из тормозной жидкости дает в разы больше силы и осознания бренного мира чем их жалкое саке и рисовое вино поэтому наш мастер в кирзовых сапогах штанах тракториста и камуфляжной футболке после посиделок в местном клубе который же является баром и домом культуры одновременно покажет такую технику боя от которой умрут десятки а не только один кто пьет тот не знает о вреде вина а кто не пьет а его пользе также можно и сказать о грибочках но не тех о которых вы подумали о шапочках аппетит приходит во время еды но было бы лучше если бы наоборот поэтому я в преддверии лета и пляжного сезона сразу даю вам супер технику которая поможет вам уничтожать всех алкашей на пляже которые постоянно ищут приключений но хочу вам сразу сказать что весь секрет этой техники в шапочке грибочки которая делает из хозяина повелителя грибов и открывает ему безграничное сознание соединяющие с силой чип крупная рыба в болоте не водится а я мелких мастеров не показываю поэтому каждую технику вы должны пропустить через себя применив ее на практике особенно эту если вам показалось что мужик сидит в психушке и лупит башкой об стену чтобы его выпустили очень зря на самом деле это лучший прораб района дядя гриша который показывает мастер-класс новым работникам как без инструмента делать демонтаж стены а вы вместо того чтобы смеяться лучше бы потренировались для диши новую профессию освоите купец купцу враг а ниндзя-ниндзя учитель если вы один дома быстро срывайте шторы с окна пока жена не вернулась откутайтесь вниз все теперь вы можете называть себя ниндзи а нет еще нужно взять швабру как катану во теперь отлично когда мы нарушаем закон на штрафуют а когда поступаем правильно берут налоги только ниндзя может безнаказанно убивать всех кого пожелает никому ничего не давая я также припоминаю свои тренировки в школе ниндзюцу было это за гаражами нас банда лучших ниндз района сбежавших со школы в руках острые как лезвие катаны ветки березы и мы несли свое возмездие отвратительной крапиве решивший поработить весь мир это было непросто но мы выжили и каждый из нас теперь может рассказать своим детям о том как был ниндзей и спас этот мир подписывайтесь на канал ставьте лайк делитесь видео в соц сетях и пишите в комментах какую же все таки технику будете изучать благодарю за просмотр и настойчивости в тренировках то вы любого человека вот я могу двумя пальцами взять у человека вот так вот кадык достать понимаете не напрягаясь могу ребро вот так вот просто взять вот так вот и ребро вот достать у человека этим ребром хоп и глаз выковать да как бы не отходим из этого образа представляем что мы медведи